Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала и сегодня я вам хочу показать как загружать видео на свой канал youtube. У меня нет здесь ни одного видео пока, вот здесь вот нажимаю я создать, добавить видео и выбрать файл. Теперь нам необходимо найти тот файл который мы хотим загрузить на youtube и самый первый мой ролик будет конечно же как создать гугл аккаунт и вот у меня видео как создать аккаунт на компьютере, нажимаем на него и нажимаем открыть и загрузка видео на новый канал у меня начинается и теперь я хочу вот допустим здесь изменить и поставить гугл с большой буквы что я и сделал и видите у меня было подчеркнуто красным то есть неправильно написано, а с большой буквы правильно, как создать гугл аккаунт на компьютере и теперь нам необходимо вставить описание видео, то есть рассказать о чем наше видео, как вот видите даже тут подсказка есть, если что-то непонятно вот здесь вот вопросик, наводите на него мышку и тут написано, если вы хотите чтобы ролик было проще найти, добавьте в его описание ключевые слова желательно в начале и напишите чему посвящено видео. Вставляю, все у меня описание вставлено, теперь необходимо нам сюда еще добавить, загрузить значок видео, то есть превью, нажимаем сейчас его найду и загружу. Все я загрузил картинку нашего видео, то есть превью или значок, его все по-разному называют. Выберите плейлисты, так как у меня канал абсолютно новый, у меня нет еще плейлистов, поэтому выбирать мне собственно говоря не из чего. Теперь опускаемся еще ниже, как видите я в настройках поставил, что у меня канал не для детей и поэтому мне автоматически здесь показывается, что видео не для детей. Если вам что-то нужно, вот здесь вот возрастные ограничения дополнительно, нажимаете и смотрите, что вам еще нужно. Нет видео подход для зрителей младше 18 лет, у меня здесь стоит галочка и теперь нажимаем другие параметры. У нас открываются дополнительные возможности и здесь читаем все внимательно. видео содержит прямую рекламу, продакт, плейсмент или спонсорский контент. У меня этого ничего нету, поэтому галочку я здесь не ставлю. И теперь необходимо добавить теги. Теги тоже желательно заранее подготовить. И теперь теги вставляем вот в это вот поле. Все я вставил, у меня 484 символа из разрешенных 500. Что такое символы? Символы это каждая буква, пробел между словами, это все считается символом. Так, теперь опускаемся ниже. И здесь мы видим, у нас здесь язык русский, мы в настройках его выставили. Причина отсутствия субтитров у меня вариант не выбран, я его никогда не ставлю. Да, до создания. Сегодня у нас 18 число и я его ставлю обязательно. Место съемки не указано, но я в принципе никогда место съемки и не указываю. Категория у нас тоже уже выбрана. Сначала интересные. Вот здесь вот упорядочить комментарии. Либо будут у вас в начале самого списка комментариев сначала интересные. Либо можно поставить сначала новые. Я всегда ставлю сначала новые. Так удобнее зашел и у вас вверху сразу новые комментарии, которые вам написали. Это очень удобно. Ну а теперь нам осталось еще добавить вот в это поле хэштеги. Хэштеги всегда я добавляю в самом конце, в описании под видео. И все, теперь вставляю я хэштеги сюда. Тоже скопирую, я все заранее всегда делаю. Все. Хэштеги у меня под видео есть. Теперь надо дождаться, когда видео загрузится полностью на канал. Вот у меня практически загрузилось уже видео. 99 процентов. Вот здесь вот внизу отображается. Осталось 32 секунды. Но время обычно показывается не точно. И после того как видео у нас загрузилось, оно проходит обработку на ютубе. Итак друзья мои, обработка завершена. Теперь вот здесь вот вверху можно нажать дополнительно, либо далее. Нажимаем дополнительно. Здесь можно добавить подсказки или добавить конечные заставки. Ну так как у меня это первое видео, конечно же ничего добавить я пока еще не могу. Поэтому сразу перехожу в параметры доступа. И теперь мне надо выбрать параметр доступа. Нам предлагается здесь ограниченный доступ, доступ по ссылке и открытый доступ. Нам надо выбрать открытый доступ. Я специально в общих настройках не поставил этот пунктик. Потому что хотел вам показать, что здесь его тоже можно поставить. Здесь его тоже можно не ставить. Можно опять же обойти это все и поставить потом в общих настройках. И теперь мне необходимо запланировать публикацию. Нажимаю и выбираю здесь число, вот у меня предлагаю сразу 19 ноября 2020 года и теперь я выбираю время публикации. Ну примерно давайте поставим вечернее время. 21.15. Часовой пояс, по умолчанию выбран ваш часовой пояс. Тут все автоматически выставляется. Все, мы выбрали время и теперь нажимаем запланировать публикацию. Закрываем. Все видео у меня загружено. Можно вот так вот обновить, зайти в в раздел видео. И как видите вот здесь вот у меня запланирована моя публикация на завтрашний день, то есть отложенная публикация. Вот здесь вот наводите и вам сразу показывается время, когда выйдет ваше видео, даже время. Ну что ж, кому понравилось это видео ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Всем пока, пока.